Всем привет, друзья, с вами Константин, продолжаем проходить самый сложный мод для GTA Vice City под названием Titan Twice. Это пятая часть. Все миссии от Диаза были выполнены, и сейчас нам нужно будет захватить его особняк. И как всегда, перед началом любой миссии я задаю себе вопрос, в чем же будет заключаться подляна здесь. Потому что это Titan Twice, а здесь все просто не бывает, и в этом ее изюминка. Лэнс, как всегда, говорит, чтобы я не беспокоился, потому что он меня прикроет. Но уж мы-то с вами точно знаем, кому придется всех прикрывать. Прежде чем рваться вперед, высматриваю, нет ли где скрытых противников, и начинаю выщелкивать их по одному. Стараюсь близко не подходить, потому что неизвестно, насколько быстро будет тратиться здоровье Лэнса. И тут я замечаю, что некоторые противники вооружены пулеметом М60, а он имеет просто огромный урон. Не пропадать же добру, как говорится, возьму-ка я его себе. Краем глаза замечаю, что Лэнс уже несется в бой. По нему всего лишь один раз выстрелили, а урон он получил довольно-то большой. С одной стороны патрон охота подобрать, а с другой стороны... ЧЕГО? Буквально с нескольких выстрелов сбрили Лэнса. Вот это поворот. Да, М60 не прощает ошибок. В этот раз постараюсь бежать впереди Лэнса. Главное, самому не отхватить люлей. Да и хотелось бы, конечно, собрать все патроны. Они, как говорится, на дороге не валяются. Ну, хотя эти валяются... Упс, немного падаю вниз, но тем не менее бегу вперед Лэнса. По чуть-чуть разбираю всех противников, чтобы они его не покоцали. Они все равно его коцают, как ни старайся. Еще нам и звезды сверху накидывают. В общем, мяско полнейшее. Мне нравится. Хорошо, что не все противники вооружены тяжелыми пулеметами. Тем не менее, очень приятно собирать с них патроны для М60. Пушка очень полезная. Заходим внутрь. Главное, чтобы Лэнс не бежал вперед. Стараюсь быстро не выходить и сильно не высовываться, потому что понятия не имею, сколько внутри противников. Вполне возможно, что их будет больше, чем в оригинале. Главное, чтобы никого не было с РПГ. Стараюсь выцеливать противника в микропиксель. И у меня это получается. Внутри на лестнице нахожу еще одного. И по чуть-чуть поднимаюсь дальше вверх. Стараюсь идти не слишком быстро, не слишком медленно. Так, Лэнс застрял снизу. Это даже прекрасно, потому что снизу противников нет. А вот сверху они... Опачки, забыл совсем про чувака. 28% здоровья осталось. Да, жестко он меня просадил. 28% осталось. Обалдеть. Это учитывая, что у меня было 100% брони и сотня здоровья. Причем данные пулеметы в оригинале столько же наносят. Но в оригинале здесь вооружены противники совершенно другими стволами. Стараюсь по чуть-чуть высовываться и не подставляться. Стараюсь двигаться очень аккуратно. Все-таки 28% здоровья. Выбегает еще один противник. А другой стреляет по мне сквозь стен. Я даже не понимаю вначале откуда. И в итоге я его нахожу и тоже нейтрализую. Стараюсь работать по противникам издалека. Потому что, скорее всего, даже один выстрел из пулемета я не переживу. Начинается катсцена. И к тому, что было дальше, я никак не был готов. Все. Обратите внимание на трассеры от выстрелов. Один из выстрелов был рядом со мной, а второй был в Лэнса. Вот это реакция. Получается, Диас мог разобраться с нами обоими всего лишь с двух выстрелов. Мое уважение. В этот раз беру УЗ-шку, чтобы быть максимально мобильным. И стараюсь разобраться с противниками до того, как Лэнс подойдет к ним. В итоге у меня получается делать так, чтобы вначале у Лэнса не было ни одной единицы урона. То бишь, чтобы он дошел до Диаса фуловым. Делаю так, чтобы Лэнс застрял снизу. Чтобы он мне не мешался сверху, да и не получал случайный урон от противников. В самотохе разбираясь с противниками, я немного ошибся и зашел на первый этаж вместо второго. Нет, это не то. К счастью, специально обученный человек объяснил мне, что я немного ошибся этажом. Аккуратно разбирая противников, сохраняю себе 100% брони и 100% здоровья. И тем не менее, я не хочу сейчас бежать вперед, чтобы не зацепить триггер, который начинает заставку. Интересно, находится ли Диаса до катсцены внутри своего кабинета. Двигаюсь максимально аккуратно, вспоминая его точность стрельбы. Рисковать не очень-то хочется. Вспоминаю, что у меня есть снайперская винтовка. И понимаю, что Диаса до катсцены внутри нет. Вообще непонятно, где он находится. Захожу с другой стороны и все же зацепляю триггер, который запускает катсцену. Ух, сейчас Лэнс получит люлей. Обалдеть, он уже в катсцене, начинает в него стрелять. Что? Видимо, он с прошлого раза запомнил. Еще и стал по классике между мной и Диасом. Да, Диас, конечно, машина. Вот это поворот. Я уже думал, полдня буду сидеть с этой миссией. Обалдеть, у Лэнса остался просто микропиксель здоровья. Собственность приобретена. Внутри даже кто-то мотик поставил в качестве подарка. О, тут снизу можно переодеться. Ух, сколько же здесь скинов. После каждой миссии нам дают новый. Тут даже ассасин есть. Обалдеть. Не буду тратить много времени на переодевание. Беру броню и погнали на миссию. На первый взгляд задача кажется простой. Разбить все витрины в торговом центре за три минуты. Сажусь в свой любимый Инфернус и по газам. Попутно восхищаюсь вежливыми и прекрасными водителями в GTA Vice City. Земляем бетоном. ДАСС! Доехал до точки назначения, почти не потратив нервы. Итого остается меньше двух минут на все витрины. Разбиваю две витрины и не замечаю, как спавнится охранник прямо передо мной. Но он-то меня замечает и дает приветственных звездюлей мне в спину. Встаю и еле-еле успеваю уносить. Нет, не успеваю. Опасность дробовика заключается в том, что он сбивает тебя с ног и ты больше ничего не можешь сделать. Меня спасло лишь то, что когда он меня сбил, решил подбежать поближе. Это и была его фатальная ошибка. Спустя несколько секунд я понимаю, что не стоит тратить редчайшие патроны с М60 на какие-то там витрины. И переключаюсь на другое оружие. Количество копов спавнится такое, как будто я штурмую полицейский участок. 16% здоровья, разбиваю последнюю витрину в этом магазине и меня валят. Я сначала даже не понял, кто это. Оказывается, когда разбиваешь все витрины в магазине, спавнится охранник с дробовиком. Ладно, сейчас разберемся в этом вопросе. Ломаю витрины и сразу сваливаю оттуда, чтобы не тратить время на охранника. Разбиваю все витрины и снова забываю про охранника, который там спавнится. И пока я лежу отдыхаю, меня арестовывает полицейский. Кайф. Я даже встать не успел. Отличная работа, товарищ офицер. Надо побыстрее приехать, чтобы как можно меньше времени потратить на дорогу. Дорожный трафик, конечно, бывал и получше. Игра даже не дает мне разогнаться как следует. Что-то я торопился, торопился. А судя по таймеру, приехал так, как будто, в принципе, не спешил. Вновь быстренько разбиваю витрины и убегаю наверх. Конечно, ведь люлей из дробовика никто не хочет получать. Попутно из дорогого костюма нечаянно переодеваюсь в какие-то ссаные тряпки. На этот раз помню про чувака, который появится здесь с дробовиком. Тем не менее, у этого прекрасного человека получается попасть в меня на бегу. Дай бог ему здоровья. Спасибо, хоть не арестовали. Так тоже неплохо. Прячусь за полицейского. И он его, естественно, валит. Спасибо. Что ты такой снайпер-то, а? Такое ощущение, что это он игру проходит, а не я. После того, как все же уничтожил охранника, смотрю на миникарту и понимаю, что забыл разбить одно окно в одном из первых магазинов. Возвращаюсь обратно и вижу, что все окна целые. Пока я отходил, не успели заспавниться. Какое из них разбивать-то теперь? Каким-то неведомым образом разбиваю нужное. Мне остается 30 секунд, чтобы разбить все остальные. Чтобы мне не было скучно, игра накидывает еще одну звезду, и у меня получается 5. Пока добегаю до другой части торгового центра, у меня 20-15, а потом благодаря товарищу полицейскому 6% здоровья. Осталось 5 секунд, 3 окна, и меня подстреливают в прыжке в воздухе. Отличный выстрел, товарищ офицер. Ну, как говорится, мою волю не сломить, я пройду эту миссию, если, конечно, еще смогу выехать отсюда. Какой там уже раз прохожу, напишите в комментариях. Разобравшись со всеми охранниками, разбив все витрины, решаю не спускаться вниз, потому что там, ну уж, очень много полицейских. Чтоб скучно не было, игра сразу спаунит троих копов прямо передо мной. Я бы, конечно, пострелялся с вами, но у меня 40 секунд. Разбираю витрины сверху, и бегу на другую сторону. Остался последний магазин, разбиваю издалека его витрины, и, конечно же, здоровья охраннику. Все, игра теперь говорит, что я могу приобретать бизнесы. Вообще, по окончании этой миссии должны звезды-то забрать, но не в Titan Vice. Улепетывая максимально быстро, насколько мог, я вспоминаю, что здесь можно вроде как перекусить, и впервые в жизни за 20 лет игры в эту замечательную игру я пробовал поесть. Я реально никогда этого не делал, потому что не было необходимости. Вообще, в GTA-шке много разного функционала, который не используется, просто за его ненадобностью. Но здесь он мне очень даже пригодился. Шесть звезд, это означает на улице военные и танки. Только их мне не хватало для полного счастья. Пометка для тех, кто ни разу не играл в GTA Vice City. Столкновение на любом транспортном средстве с танком приводит к мгновенному взрыву этого транспортного средства. Стараюсь объезжать танки настолько далеко, насколько это возможно, и мне еще пробивают колеса, а сзади два танка. Что, блин? Так, отлично, хорошо, что в меня сначала врезался не танк, а военный грузовик, в который уже потом врезался танк. Игру багануло, и я впервые в жизни вижу, как происходит перекраска изнутри. Да, это было жестко. И тут я подумал, а не забрать ли себе танк. Лишним уж точно не будет. Более того, у меня есть куда его ставить. А ну блин, стой, куда ты поехал? Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая, я угнал танк, вторая, мне дали пизд. Объясните, как можно вот так арестовать? Объясняю для тех, кто не понял. Он открыл дверь, я сбил его с ног. На земле валяется он, а арестован я. Хорошая работа, солдат. Здоровья ему. Отыскав вертолет, возвращаюсь на виллу Томми. Спасибо разработчикам мода, что не установили здесь ПВО, поэтому полет прошел успешно. Приветственными выстрелами из РПГ меня тоже никто не встречал, поэтому сел я удачно. Что? Это же мой особняк. Надо будет разобраться, как туда попасть. Ну, а это уже будет в следующей серии. Всем удачи и хорошую тяночку, чтоб не скучали. Субтитры сделал DimaTorzok